Привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим про компьютерные игры. Компьютерные игры в современном обществе стали такой неотъемливой частью. Очень много людей играет, очень, от мала до велика. Вспомним старые игры, как зарождалось вот это движение. Немножко поговорим о современных играх и одним глазком заглянем в будущее, до каких пределов, до каких возможностей вот это движение выросло. Ну, естественно, у каждого нормального ребенка была приставка Dendy, Sega. Все мы любили рубиться, даже бытовал миф, что якобы приставки каким-то образом уничтожают телевизор, поэтому родители, допустим, не пускали нас за новый телевизор, выделяли какой-то старый, черно-белый, маленький, нас это дико напрягало. Ну и открою вам секрет, втайне от родителей, когда их не было дома, мы все же подключали нашу приставку к новому цветному огромному телевизору. Это вот такой вот маленький секретик открою. Это было нормально, это было целое поколение. Такое вот уже вот это движение зарождалось. Ну и также с компьютерными, именно с компьютерными играми большинство детей знакомилось у родителей на работе. Чьи-то родители работали в офисе, были компьютеры, и там, возможно, втайне от начальства были такие игры, как, ну вот вспоминаю я, был такая игра «Морской бой», «Поле чудес» интересное. А потом, помню, был какой-то «Тетрис», где открывались картинки с обнаженными девицами, там такая легкая эротика была. Ну, такую вот распространенные игры, вот вспоминаю я. Ну, естественно, естественно, у более таких вот, скажем, прокачанных чуваков, был «Варкрафт 2», я слышал разговоры, что отцы пацанов играли на работе по сетке «Варкрафт 2», то есть там устраивали, ну, где-то на обеде, либо как-то, знаете, тоже нычкались документами, знаете, такой, на столе сделать из документов такой окоп и втайне тоже играть, чтобы начальники не видели вот такие вот виртуальные баталии между Ордой и Альянсом. В детстве у меня компания была, был комп у моего соседа, вот он, живем мы рядом, у него был компьютер, и тогда мы очень-очень увлеклись стратегией «Варкрафт 2», и как бы я влюбился в этот жанр, мой любимый жанр были стратегии, вот именно вселенная «Варкрафт», просто я в нее влюбился, и до сих пор, как бы, ну, вы знаете, что очень увлекаюсь этой вселенной, огромная куча книг у меня, огромная библиотека по этой вселенной. Ну, и, естественно, родители, учителя, ну, и прочее общество, как бы, внедряло в наши головы, что компьютерные игры – это зло, что от них портится здоровье, там, допустим, вы все внимание обращаете в компьютерные игры, как бы забиваете на учебу и так далее, но все это, конечно, мы пропускали мимо ушей, шли в компьютерные клубы, которые росли, как грибы по району, возле каждой школы, и в каждом городе, в каждом, не знаю, там, захолустье был свой компьютерный клуб, этот, знаете, такой центр, магнит такой огромный, где вот собирала вся молодежь, и вот увлекалась, внедрялась вот эти вот виртуальные баталии, миры. Вот расскажу случай реальный из школы, школьных моих годов, был у нас урок русской литературы, и, значит, тема урока была у нас, ну, некая такая игра-викторина, знаете, в классах же, как бы, три ряда парт, ну, и, то есть, следовательно, класс делился на три команды, и так получилось, что на одном ряду, на третьем мы, вот, своей компанией уселись на этом ряду, и наша компания тогда играла Warcraft 3 на то же время, Герои 3, ну, Diablo, там, ну, все вот эти топовые игры того времени, и, значит, была викторина, там, я уже не помню, по сказкам всяким, по еще каким-то вопросам, но не столь важно, а важно то, что мы, скажем, опираясь на опыт компьютерных игр, мы выиграли эту викторину с огромным отрывом, если даже очки сложить тех обеих команд, наш ряд, наша команда была просто в топе, с огромным отрывом мы выиграли, так что на тех рядах сидели чуваки, которые вообще, ну, с компьютерными играми не в ладах были, ну, а мы, скажем, задроты, ну, это жаргонное слово, мы выиграли, я помню даже вопрос такой был, как называлось что-то там, существо из русской мифологии, там, то ли ящер, то ли какой-то, ну, короче, ответ был Василиск, а мы вспомнили, что Василиск есть юнит в третьих героев, и тут же дали ответ молниеносно, то есть, какой вывод, на самом деле, компьютерные игры, они такие, скажем, служат, ну, развивающим элементом, то есть, они развивают внимательность, сообразительность, также мы с помощью компьютерных игр находим, ну, некий ответ на вопрос, как бы, как-то, ну, находчивость, вот находчивость, сложившаяся ситуация, мы тут же, ну, как-то генерируем идею, мысли, тут же, как бы, все, находим выход тут же, ну, и также хочу отметить эрудированность, компьютерные игры, да, действительно, они, скажем, делают человека эрудированным, это вот, ну, я не знаю, сравнить с чтением книги, ну, сложно, но, скажем, можно сравнить компьютерную игру, вот, с просмотром фильма какого-нибудь, ну, естественно, общество не пощало компьютерные игры, какие-то приводились, единичный случай, якобы, там, школьник перестрелял полкласса на почве того, что он переграл там в каком-нибудь GTA или что-нибудь еще, ну, такой вот бред, который раздувают СМИ, ну, и тоже самое говорить, давайте запретим автомобили, потому что алкаши садятся за руль пьяными, избивают людей, ну, вот это из этой же серии, то есть, если им находится там один из миллиона дебилов, которые убивают людей, ну, это не говорит, что движение плохое, это говорит, что дебилы есть везде, в любой движухе, так и тут, или там, не знаю, давайте запретим кухонные ножи продавать, потому что пьяные мужья режут своих жен, ну, вот с этой серии, то есть, это бред полный. Но, как я и говорил, самый мой любимый жанр, это были стратегии, я очень любил Age of Imperius, на то время вторая была часть, ну, и первая играла, ну, вторая потом в клубах появилась, по сетке можно было с чуваками играть. Затем вышла Age of Mythology, тоже офигенная игра, то есть, мне нравились игры, где вы, ты управляешь, ну, как бы своим государством, армией, ну, именно стратегии нравились вот в плане фэнтези и исторические. Мне всегда прикалов в играх, где, ну, можно сделать такие батальные сражения, там, допустим, с чуваками, его армия, твоя армия, вы вместе там гасите какой-нибудь город, штурмуете, это очень мне нравилось. Странхолд также, не забываем про Странхолд, такой офигенный симулятор средневекового феодала, где вы развиваете свой замок, там, крестьяне к вам приходят, вы их кормите, даете бабло, нанимаете войска, делаете доспехи крутые, то есть, вообще клёво, штурмуете крепости, там, всякая садная техника, катапульты эти, лестницы штурмовые, просто, вот это вот, меня вот вдохновляло, ну, и потом плавно перешёл я на RPG, моя самая любимая игра, это Готика, первая Готика, вторая Готика и вторая Ночь Ворона, это как бы такая, вообще, я считаю, первая и вторая Готика, это как одна игра, просто, ну, продолжение, первую со второй нельзя в один диск совместить, вот, как бы, есть просто продолжение, это такая одна огромная игра, которая раскинулась, то есть, получается, вторая, первая Готика, два диска или диск, там, DVD, ну, у меня два диска, ну, короче, огромная игра, которая раскинулась там на примерно 3-5 дисков. Ну, время шло и постепенно начали появляться первые онлайн-RPG, то есть, вот эти игры синглплеер, они начали вытесняться онлайн-RPG, появился мощный гигант, наши с вами любимые онлайн-RPG, это World of Warcraft, то есть, все фанаты второго Варкрафта, фанаты третьего Варкрафта плавно перетекали в World of Warcraft, как бы уже знакомились с этой вселенной, это прикольная фишка, что вы играли во второй Варкрафт, в третий Варкрафт и вы, как бы, все, полностью погрузились вот в мир Варкрафта, создали своего чара и полностью, как живете там, что ли, то есть, все, вы полностью в этом мире. И уже, ну, выходили эти одиночные игры, но уже не так, больше упор делалось именно на онлайн-RPG, то есть, как бы, компьютерные игры, они перешли на новый уровень, такая новая ветка развития, именно вот онлайн, когда вы со своими друзьями, с людьми со всей планеты, уже там, ну, гасите монстром, организовывайте какие-нибудь походы в жесткие, лютые подземелья, которые населенные монстрами всякими, нежитью, ну, и так далее. То есть, такой новый виток развития. То есть, появлялись гильдии, где люди общались с разных стран, знакомились. То есть, ну, некоторые, возможно, даже заводили на этой почве и семьи. Ну и вот, друзья, дожили мы с вами до 21 века. Уже можно с легкостью сказать, что за окном будущее, но, к сожалению, будущее не у всех в головах наступило. Начали появляться уже игры нового поколения, где вы не просто, ну, тупо сидите, втыкаете в монитор, а вы уже полностью погружаетесь, вот, насколько это возможно, в эту виртуальную вселенную. То есть, появились такие девайсы, как Oculus Rift, вот такой виртуальный шлем, где вы, допустим, в шлеме, вы куда бы ни повернули, везде будет вот этот мир ваш. Дальше, я не помню, как эта штука называется, ну, такой в тазик, там пояс, и, допустим, вы присели, и ваш персонаж присел, вы идете в этом тазике, там какие-то специальные тапки скользят, как бы вы, ну, просто идете на этом в тазике, и ваш персонаж идет, вы бежите, персонаж бежит. То есть, все, полностью персонаж повторяет ваши действия. Ну и, естественно, чтобы уже максимально сделать реалистичные вот этот миры, тоже не помню название, появились такие вот перчатки, они позволяют почувствовать вот это виртуальное сопротивление. То есть, допустим, вот стена перед вами, все, и вы перчаткой-то чувствуете, что стена. Если какой-то предмет, чувствуете предмет, там, округлый он, либо, ну, просто плоский, там, разные вот эти формы, разные его геометрии предмета. То есть, современные технологии позволили нам не просто лицезреть, видеть этот мир, но еще его почувствовать и потрогать. Это, я считаю, это просто огромный шаг. И нам очень повезло, что мы дожили до этого времени, ну, и только осталось немножко подформить денежку, чтобы это все перебрести. И тогда вы назоветесь счастливым обладателем девайсов 21 века. Ну, и вообще, компьютерные игры, как-то они делают нашу жизнь разнообразной. То есть, можно уйти от всяких вот этой бытовухи, дом, работа, дом, погрузиться в онлайн-миры, общаться с своими друзьями в образе всяких воинов, там, магов и так далее. То есть, игра это, ну, не как книга, как фильм. Но фильм вы просто смотрите, вы уже знаете, что дальше будет. Потому что, ну, как сюжет, все есть. А игра это уже вы, как бы, уже делаете свою историю своим персонажем. Как бы вы уже влияете на мир, и что там дальше будет. Как сюжет развернется, ну, уже зависит все от вас. Ну, такие вот мысли хотел я выразить. Вы можете в комментах меня дополнить, что-нибудь написать интересное. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!